Многим тамбовчанам хорошо знаком проект «Добрая точка». Это удивительное место, куда одни люди могут принести хорошие, но уже не нужные вещи, а другие – обратиться и получить эти вещи в качестве помощи. Сейчас волонтеры проекта осваивают новую форму работы. Причем принять в ней участие может абсолютно любой. Называется это «Фри-маркет». В каждом гардеробе можно найти одежду, которая нам больше не нравится, не подходит по размеру или просто наскучила. «Фри-маркет» – способ обменять одни вещи на другие. Не тратить денег. Эти принципы близки современным ответственным гражданам, которые согласны с концепцией разумного потребления – не покупать и не использовать больше того, что нам действительно нужно. Такой подход бережет природу для всех и деньги каждого. На таком мероприятии любовь не первый раз. Вместе с сыновьями она приносит сюда одежду, игрушки и книги. Все это еще кому-то может служить. Этот проект важен тем, что можно избавиться от старых вещей у себя дома. Но не старых, а тех, которые уже не нужны, например, лично мне. Вот, допустим, у меня есть платье, я его относила там раза три. У Жени, мне оно неинтересно. И также другой человек, он тоже свою вещь поносил, но ему надоело, но она еще очень хорошая, выбрасывать ее жалко. Поэтому приходим, меняемся здесь вещами. Причем здесь можно поменять и цветы домашние, отростки, и обувь, и книги. Сегодня вещи воспринимаются как способ самовыражения. От них легко избавиться, ориентируясь на модные тенденции и настроения. Современный человек в силу разных причин утратил взаимосвязь многих процессов и часто не задумывается о той экологической нагрузке, которая несет производство одежды. Мы не воспринимаем вот эту картину целиком. Откуда берется нитка, как создается пряжа, и как потом эта вещь носится и утилизируется. Мы зачастую видим только одну сторону потребления. Мы взяли готовое изделие, она нас чем-то в мельчайшем не устроила, и мы его выкинули. Поэтому здесь перетянули для той цели, чтобы человек подумал о всей цепочке, представил, что если тебе эта вещь не нужна, не обязательно ее выкидывать на асфалку. И хотя бы можно передать тому, кто еще ей будет рад. Такой методический прием показывает долгое и удивительное превращение живого в трикотаж. Именно ручной труд заставлял наших предков бережливо относиться к вещам. Мои дети пробовали прясть. Дочь сидела за эти минуты сорок. И говорит, да, непросто это все. И пошла обираться в комнате. Так что, как минимум, один результат был. Волонтеры Доброй Точки показали гостям, что даже совсем старые вещи можно превратить в полезные и стильные аксессуары для дома. Входим часто в магазин, естественно, пакеты остаются, надевать их некуда. То есть вот это все, да. То есть, естественно, приносим из магазина обычно. Вот, это вот пледы можно такие вот видать изделия. То есть из остатков пряжи. Следует отметить, что мастер-классы – акции не разовые. Уроки рукоделия в Доброй Точке волонтеры проводят постоянно. Смотрят, спрашивают. Вот мне тоже знакомые привели в Добрую Точку. Как бы так пошла вроде как-то что-то скромно. Потом так интересно стало. То есть, пожалуйста, приходите. То есть вы научитесь, как и старые, делать много? Ну, конечно. Развешенные по размеру и сезонные вещи ждут не только на фримаркете. Почти каждый день сюда, в Добрую Точку, горожане приносят одежду, обувь и кружки. Часто так много чего-то волонтеры просто не успевают быстро все разобрать. А поэтому предлагают дарителям стать участниками проекта «Волонтер на дому». Не хватает времени. Многие работают, не хватает сил. Ребенок маленький или много детей, или живут далеко от Доброй Точки, неудобно доехать. Но желание помочь, конечно, есть. Именно для таких потенциальных волонтеров мы и сделали проект «Волонтер на дому». Так чтобы каждый, абсолютно каждый человек, который хочет поучаствовать в жизни проекта «Добрая Точка», мог это сделать. Начинать волонтеры рекомендуют у себя дома, возле вещевого шкафа. Первое – отобрать вещи, которые вы уже не будете носить. Потолстели, похудели. Я изменил стиль, имидж, настроение, все, что угодно. Вы берете вещь, понимаете, больше я эту вещь никогда не одену. У нас, женщины, это совершенно обычное дело. Если вещь в порядке, без повреждений и пятен, ее достаточно просто постирать. Если вещь в идеальном состоянии, как, например, вот эта, мы ничего с ней не будем делать. Она чистая, она поглаженная. Мы ее просто аккуратненько складываем, и она отправится в Доброй Точку. Вещи с небольшими дефектами в Доброй Точке тоже принимают. Ну, например, вот такие шортики. Они уже не в идеальном состоянии, на них есть пятнышки какие-то, катышки. Но в деревне или где-то дома во дворе вполне можно на ребенка надеть и не переживать о том, что он там их испачкает, порвет что-то. Но встречаются среди вещей и те, которые уже просто нельзя использовать. Много пятен, ткань повреждена, а иногда состояние вещи сродни ветоши. Их волонтерам после стирки приходится просто выбрасывать. В общем, имеет такой вид, что надеть на ребенка просто будет даже неприятно, даже дома. Такие вещи привозить в Добрую Точку не стоит. Также внимательно стоит осмотреть и обувь. Вот обувь в хорошем состоянии. Такой всегда рады. Чистые в идеальном состоянии, липучки рабочие. Если обувь требует ремонта, то лучше отнести ее в мастерскую самим. Те, кто приходят в Добрую Точку за вещами, часто не имеют возможности оплатить ремонт самостоятельно. К сожалению, обувь отправляется в мусорный контейнер не реже, чем одежда. Даже вот с такими неплохими с виду сапогами придется расставаться. Надеть их на работу или в поликлинику уже не получится. Ходить таких во дворе будет неудобно. Те вещи, которые они нам приносят, это подарки. И они должны выглядеть как подарки. Потому что это благотворительность, это очень серьезный, важный процесс. Уже здесь, в Доброй Точке, вещи еще раз осмотрят, измерят. На каждый появится стикер с размером и ростом. Со временем волонтеры хотят создать единый электронный реестр вещей. Тогда обслуживать те, кто приходит, можно будет по предварительному заказу, без лишних поисков. И каждый подарок быстрее найдет своего адресата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова